Книга «Открытым оком», тема мусульманства, вопрос 2636, 12 тонн. Татары режут баранов и говорят, что так угодно Богу. Откуда они это взяли? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. Вера у татар в основном мусульманская. Они держат закон, полученный якобы от Магомета, Магометане. А Магомет ссылается не единожды на Ветхий Завет и даже на Новый. И на Иисуса, в скобках Иса. Обрезание, жертвенное животное, это конечно от евреев он взял, от Измаила, измалитяне. Что-то еще от Исава взято, Исавряне. Когда Авраам вместо спасенного Исаака приносил в жертву барана, Измаила там не было. Но история на горе Мора не была сокрытой от него. Бытие, 22 глава, 13 стих. И возвел Авраам, очи свои увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаши врагами своими. Авраам пошел и взял овное, принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего. И потому история эта не только не точно передана, но и искажена до неузнаваемости. С веками пришли многие добавки, вроде наших православных заупокоенных помощей от наших жертвенных даров попам. Мы тут ничем от мусульман не отличаемся, но даже еще более виновнее перед Богом, потому что имеем Новый Завет и залог Духа Святого. Притом, шесть столетий христиане топтали Аравийские степи и пустыни Египетские, прежде чем монахи выморили всякую жизнь и бесследно растворились в мареве пустынных миражей, оставив поприще для мусульманских ножей. Мусульмане ведь тоже люди, им нужно возвестить об истинном агнце, взявшем на себя грехи человечества. Иоанна, 1 глава, 29 стих Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Перечитайте статью И Аллах отпустит все грехи. 20 января мусульмане всего мира отметили большой праздник Курбам-Барам. Жертвовать животное в этот день было заповедано мусульманам с давнейших времен. Начало многовековой традиции жертвования было положено еще и Ибрагимом, в библейской традиции его называют Авраамом. В Алтайском крае свыше 32 тысяч мусульман, около 20 различных национальностей, исповедуют ислам на Алтае. Есть среди постоянно приходящих на намаз в мечеть не только граждане России и стран СНГ, но и Афганистана, Сирии и Пакистана. В праздничной проповеди им имам Барнаульской соборной мечети Хазрат сказал, что Аллах отпустит все грехи тому человеку, который заколол жертву ради него. В этот праздничный день нет любимой деяния для Аллаха, чем проливание жертвами крови животных. Животные, заколотые перед Аллахом, позаботятся о человеке, чтобы он не попал в ад. Заклонное животное привезет мусульманина на себе в рай. В Больших Казанах были приготовлены вкусный плов с бараниной. Рекламная пауза номер 1, 62 выпуск, январь, 1005 год, страница 1 по 2. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисус и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Деяние, 4 глава, 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евреям, 13 глава, 9 стих. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы не занимающиеся ими. Мусульмане еще далеко-далеко не дошли до Авраама, так как с ними не было завета от Иеговы. А уж когда-то они поймут, что бараны только указывали прообразовательно на Христа, который дарует прощение грехов. Книга Исход, 30 глава, 10 стих. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвой за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня Великая Господа. Для нас слышать, что на баране заедет в рай человек, этого представить нельзя, чтобы самый невежественный православный мог серьезно в это верить. Евреям, 10 глава, 6 по 10 стих. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию, сказав прежде, что ни жертва, ни приношение, ни всесожжение, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду, исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей ты воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 1 Иоанн 1,7. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имея на общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Книга пророка Михея, 6 глава, 7 по 8 стих. 2 Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елеи? Разве дам ему первенство моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? 3 О человек, сказано тебе, что добро и чего требует тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Курбам-Байрам чем-то похож на наш Курван, все для утробы своей. Марка, 7 глава, 11 стих. А вы говорите, кто скажет отцу или матери Курван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался? Стих. Корректор ошибки учился искать, наборщик дает ему подработать, пшено очищает от гальки песка, глаза нас сажает, хотя и без пота. Ошибки свои нелегко рассмотреть, корректоров много, но мало желанных. Рисуем делами свой автопортрет, на камне резцом, не на сене вилами. Ищу, кто не медом ошибки замажет, но правду в глаза посягнет рассмотреть. В зеркале слова, не пятнышки сажи, не то что врагов, а суждение смерть. Корректировщик стрельбу подправляет. Чтоб точно по цели снаряд доложились. Подправку друзей не оценишь рублями, бесстрашный корректор, великая милость. Он знает, куда запятую ввернуть, и во время губы загнуть в удивление. Не просто вести против точку войну, от черточки часто грядет разделение. Синтаксик стащит и правописание. Привыкли хозяйничник буквах построчно. Смотрю, они смысл запятой искусали. Статистику выдал нам двоеточие. Корректор, уми же наручники скобки. Капкан разожми у зубастых кавычек. Вино моих мыслей не кажется кротким, и ряд восклицательных стал вам привычен. Корректор, мои некорректные мысли. Не надо кромсать грамматически точно. Евангельский слог не церковно прокислый. Здесь слово, что выстрел, и взрывы на точках. Предвижу, как гурман словесный скривится. Из искренней речи не дам сиборитам. Корректор смелее разворачивает свиток. Он станет подзорной трубой и бритвой. Игнатий Тихонович Лапкин, 2005 год. Продолжение следует...